Всем привет! С вами Нирыч и тема сегодняшнего видеоролика Сборка компьютера за 10 тысяч рублей из брендовых комплектующих Никаких хуананов, как говорится, и прочего китайского добра И это у нас не просто сборка, а в данном случае я продемонстрирую свой второй основной компьютер Проведу тесты не только в играх и в синтетике, но и в том числе проведу монтаж этого видеоролика Проведу рендеринг и покажу вам все результаты Если интересно, то можете заваривать чаек или кофеек, брать булки, плюшечки или что-то там вкусненькое И, соответственно, приятного просмотра! Я приступаю к обзору комплектующих Ну и любая сборка по традиции начинается с мазеринской платы Представляю вашему вниманию Asus P7H55D-M Pro Вот такая вот малютка Размером Micro ATX на сокете LGA1156 И, судя из названия, это у нас H55 чипсет Который позволяет нам без проблем разгонять процессор И также, соответственно, оперативную память со всеми возможными настройками Довольно-таки неплохая у нас тут зона ВРМ Защищена вот таким вот массивным радиатором Плата годная, очень даже интересная Тип используемой памяти, конечно же, DDR3 И подобную плату мы можем купить в среднем от 2 до 3 тысяч рублей Не обязательно Asus, не обязательно эту модель Самое главное, чтобы чипсет был не ниже H55 Ну и что же за процессор будет использоваться в нашей чудо-сборке Это прибывший прямиком из Китая Меньше чем за 2 недели Intel Xeon X3450 Купленный на Алиэкспресс Ссылочка, если что, находится в описании Это у нас цена с учетом доставки Если вы будете заказывать штукой так несколько То, соответственно, цена будет дешевле Ядро Linfield 4 ядра 8 потоков Частота 2,66 ГГц 45 нанометровый техпроцесс Кэш-память третьего уровня Аж целых 8 МБ А еще У него есть очень интересный нюанс И называется он Разблокированный множитель По умолчанию он выставлен на 20 Но мы можем его менять То есть данная плата позволяет разгонять процессор Как по шине Так и по множителю И, соответственно, найти идеальный баланс Но о разгоне чуть-чуть позже Конечно же он будет Оперативную память Я купил данный комплект Так называемый кит-набор За 1 тысячу рублей Это у нас Kingston HyperX Genesis Общим объемом 8 ГБ Вы же можете это дело все приобрести Немного дешевле Так как я брал в магазине С 30-дневной гарантией Так как память мне нужна хорошая Ну и вам, если будете подобную сборку собирать То, соответственно, тоже Заявленная частота рабочая у него 1600 МГц На 9-х таймингах Но по факту она, в принципе, берет и больше Но на самом деле Оно вам особо-то и не нужно Видеокарту В данную сборку будем вставить Вот такую вот красавицу Также в исполнении Asus Это у нас GTX 750 Ti На 2 ГБ GDDR5 памяти Разрядность шины 128 бит Частота памяти 5400 МГц Частота графического процессора 1150 МГц Максимум в режиме GPU Boost Базовая же частота 1072 МГц Изготовлена она по 28-мм техпроцессу Купить подобную карточку можно спокойно В районе 3000 рублей И также есть альтернатива В виде GTX 950 Они, к моему удивлению, стоят примерно одинаково В играх у них производительность Плюс-минус одинаковая Но что касается кодировщика А он что в этой карте есть Что в 900 серии То работает он на 900 серии карт Гораздо лучше и шустрее И позволяет он нам не только Стримы проводить Но и рендерить видео и картинки Да-да-да-да-да Собственно ради этого всего Подобные карты и покупаются А не какие-нибудь ирыксины Они справляются С подобными задачами Гораздо хуже Что же касается игр Тут соответственно выбирать вам Что же касается накопителей Для установки операционной системы Я буду использовать SSD диск Вот такой вот X-Ray На 128 гигабайт Куплен он давно и дешево Но цены я буду называть реальные В районе 1000 рублей Можно купить С подобного объема На различных площадках Типа Ozone Valberis И прочего При попытке купить это В Китае Выйдет это в принципе Ни разу не дешевле Вот такие вот тяжелые времена Настали Ну что ж Как говорится 1000 рублей в копилку И одного SSD Нам соответственно Для работы Будет мало Также был Закуплен Вот такой вот Western Digital Ноутбучный На 320 гигабайт Подобный Хоть обычный Хоть ноутбучный Хоть какой Вы можете купить В среднем За 400 рублей На площадках Объявлений Главное что Не забудьте его проверить После покупки На состояние Его живучести Возможно У него будут БАДы И прочие Неприятные вещи Блок питания В мою сборку Пойдет Вот такой вот Чифтек Могучий 700 ваттный Подобный Можно найти На Авито В среднем От 2 до 2,5 тысяч Рублей Но Для конкретно Подобной сборки Хватит нормального Блока И на 450 ватт Я же беру С запасом Из-за того что Возможен Некий Апгрейд То есть Замена Видеокарты Увеличение количества Жестких дисков И в любом случае Запас Как говорится Проблем Не создает За такие деньги Новый блок Вы подобного Качества Даже рядом Не купите Но Будьте Внимательны При покупке Подержанных Блоков питания Да вообще В целом Комплектующих Не стесняйтесь Их разбирать И смотреть Что внутри То есть Как минимум Нужно посмотреть Нет ли вздутых Конденсаторов Если таковые Имеются То их Желательно Заменить Что же касается Корпуса БУшный Можно купить От 300 До 500 Рублей Я же буду Использовать Вот такой вот Новый Купленный На валбере За 1400 Рублей Но Это все Мои Заморочки Корпус На производительность Никаким образом Не влияет Единственное Что хочу От себя Добавить Ни в коем случае Не пользуйтесь Рекомендациями Различные Техноблогеры Любят у нас Юморить Шутить И предлагают Корпус собрать Ну в прямом смысле Слово Из дерьмища Какого-нибудь Из картона Какой-то там Коробки Из каких-то там Пластмассовых Корзин под фрукты Ребят Помните Что Все комплектующие У нас Питаются Электричеством Имеют свойство Нагреваться Раскаляться Что может Привести К чему Правильно К пожару Поэтому уж Лучше купить Не знаю Даже за 200 Рублей Самый Как говорится Убитый Корпус Но собрать Компьютер В металле И я Совсем забыл Сказать Какое же у нас Будет охлаждение Представляю Вашему вниманию Боксовый Охлад От 775 Сокета С медной Пяткой Подобный Можно купить На просторах Авито Или Юлы За 100 Рублей И вы Многие Спросите Нирыч Как ты будешь Устанавливать Охлаждение От 775 Древнючего Сокета На ЛГА 1156 Ребята Сейчас все покажу Вот как вы можете видеть Так сейчас у нас Фокусировку Камера поймает Он соответственно Не подходит Интеловцы Ребята Хорошие Додумались Поменять Расстояние Между Отверстиями Соответственно Старый охлад Не установить Что же можно сделать Первое Выкидываем Короче Вот эти вот все Пластиковые крепления Я удалил Все лишнее И наша система Воздушного охлаждения От компании Intel Готова к установке Практически на любой Сокет Современный Или не особо И для этого Нам понадобится Вот такое вот Нехитрое устройство Винт Две гайки Две вот таких вот Прокладочки Обязательно Чтобы материал Не проводил электричество Подобные Металлические Использовать Ни в коем случае Нельзя Так как Очень близко Вот здесь находятся Дорожки И соответственно При закручивании Они перетрутся Если у вас Подобных нет То отверстие Можно заклеить Например Обычной Изолентой Одеваем Вот эту Шайбочку Вставляем В отверстие Винт Одеваем Шайбу Сверху И закручиваем Гаечкой Данные Винтики И гаечки Я приобрел Обычном Не знаю Радиорынке В каком-то Подобном месте Может быть В крупном Строительном Магазине Или мелком В общем Проблемы Нет никакой Да В принципе Можете У батя Там спросить Он у нас И что За кромов Такие вещи Даст Сумма Даже По которой Данный набор Может быть Куплен На рынке Варьируется От 10 До 15 Рублей Да 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 И даже За такие Деньги Мы можем Себе Что-то Полезное Докупить Затянули От руки Дальше Берем Отвертку И аккуратно Без фанатизма До Усрачки Тянуть Ничего не надо Чуть-чуть Провернули Все И повторяем Эту Операцию Еще Три Раза Все винты Успешно Инсталлированы Дальше Одеваем сюда Охлаждение Оп И оно Прям Без проблем Тут собственно Становится Дальше Накидываем Вот такие вот Шайбочки Металлические Размером Какой у вас попадется Тот и оставляйте Накинули И дальше Аккуратненько Затягиваем Гаечкой Но перед этим Всем делом Не забудьте Нанести Термопасту Иначе Прот у вас будет Тротлить И ничего хорошего Из этого Не выйдет Возможно Кто-то скажет Зачем Такой фигней Заниматься Лучше я пойду И куплю Новый Охлад В магазине Но для тех Кто не шарит Могу Пояснить Были Сравнительные Тесты С вот таким Вот С новеньким Дипкулом С медной Пяточкой И всеми делами И Интелский Боксовый Охлад Уничтожил Его Щи Я пошел Дальше Установил Вот такую Вот Башню И Кто бы мог Подумать Но Обычный Интелский Охлад Его Таки Сделал Как Так Спросите Вы И будьте Кричать Что не верим Я Все Дело Продумал Просчитал Было Протестировано Все На стриме Ссылочку Я Оставляю В описании Всем Кому Интересно Ознакомьтесь Но Таймкоды Я Оставлять Не буду Ибо Ленивый В общем Что Пора Приступать К сборке Компьютера Потрясениями Праздникам Нет Хоризонтами Праздникам Нет Вдохновениями Праздникам Нет 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 Безлипе В сапу Трой Полыне Бездесущность Пшиной Возди Слые Сумерки Бессмертного Дня Долгая Счастливая Жизнь Такая Долгая Счастливая Жизнь Однажды Долгая Счастливая Жизнь Каждому из нас Каждому из нас Каждому из нас Каждому из нас Беспощадные Глубины Морщин Марианские Впаленный Глаз Морщинские Кроники Нас 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 Каждому из 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 нас По болотам, по пустыням, степям По сугробам, по песни, по земле Долгая счастливая жизнь Такая долгая счастливая жизнь Отныне долгая счастливая жизнь Каждому из нас, каждому из нас Каждому из нас, каждому из нас Долгая счастливая жизнь Такая долгая счастливая жизнь Отныне долгая счастливая жизнь Каждому из нас, каждому из нас Каждому из нас, каждому из нас Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok все три штуки как бы ценник сами понимаете смешной в общем сейчас проверю работает все или нет и собственно переходим к первому запуску компьютер успешно запустился что касается драйверов они у нас все без проблем установились автоматически спасибо windows 10 что проблем с этим не было достаточно интернета и все вот у нас хоть видеокарта хоть все необходимое очень даже быстро устанавливается открываем программу cpu z и вот как вы можете видеть процессор сейчас работает в абсолютном стоке на частоте 2,6 гигагерца 20 множитель шина у нас 133 мегагерца память работает на частоте 1333 но это как говорится все хорошо первое что я хочу провести это конечно же стресс тест посмотреть на температуры что нам показывает наш процессор под боксовым охладом от 775 сокета тест стабильности системы сейчас у нас быстренько обновятся датчики все давайте вот это все лишнее отключим оставим только температуру непосредственно процессора и материнской платы в общем все нажимаем старт и ждем 10 минут ну и что мы тут видим а температура процессора держится на отметке 55 56 градусов цельсия а это до 4 ядерного 8 поточного серверного процессора очень даже неплохо с учетом что очередной раз напомню его охлаждает всего лишь навсего какой-то боксовый охлад ну хватит как говорится уже на этом заострять внимание самое главное было что это определиться с температурами от чего собственно отталкиваться и сейчас мы конечно же переходим непосредственно к разгону иначе зачем нам такое железо чтобы она работала в стоке заходим в bios и нас интересует вкладка а и твикер первое что делаем выставляем overclocker тюнер в режим мануал а дальше повышаем множитель в данном случае максимально это 21 потом более подробно объясню зачем собственно это делается чистоту шины я выставляю 160 мегагерц частоту памяти фиксируем на 1600 дау там нас предупреждает что все как говорится у нас плохо может закончиться но на тонкой рицы разгон что связан с неким риском дальше нам нужно зафиксировать напряжение на процессоре и у меня здесь так давайте быстрее клавиатуру ведем так вот такой одна целая и грубо говоря 13 округлим 14 сотых вольт и дальше нам нужно выставить напряжение по памяти вполне безопасно и 1,6 вольт а вот эта вкладка цепу плл вольтаж 185 я выставил пцж вольтаж 1,15 и еще один нюанс цепу аспир спектрум обязательно ребят выключаем он нам как говорится нафиг и не нужен и сейчас в том нюанс по поводу почему я 21 множитель выставил на 160 шине на самом деле этот процессор без проблем гонится на 200 шине на 20 множители то есть до 4 гигагерц но там кое-какие нюансы с охлаждения соответственно я выбрал но думаю что пока что оптимальный вариант сейчас общем компьютер стартанет он очень долго инициализируется после сохранения bios а из-за чего порой пугает ё-моё братан типа ты вообще запустишься или нет вот оп услышали заветный сигнал и запуск пошел 3,37 гигагерца процессор у нас сейчас и память как видите работает без проблем на 1600 мегагерц комп успешно запустился открываем программу цепу z мы смотрим что у нас тут получилось все ли соответствует действительности али нет и да как вы можете тут видеть частота у нас правильная частота шины соответственно тоже память работает как и говорилось на 1600 мегагерцах в общем красота но самое главное для стабильной работы это стресс-тест узнать тротлет наш процессор или нет и вообще на каких температурах работает адекватных либо не очень в общем нажимаем ключ на старт и встретимся через 10 минут ну вот спустя 10 минут видим следующий результат 67 в среднем градусов цельсия температура в принципе это очень даже неплохо можно попробовать еще немного поднять напряжение и частоту но моем случае так как это основной компьютер и будет он работать чуть ли не 24 на 7 такой режим я вполне устраивает данный процессор без проблем разгоняется до 4 гигагерц даже под вот таким охладом но стресс-тесте температура достигает свыше 90 градусов опять же абсолютно одинаковые процессоры 10 штук какой-то из них может работать на тех же 4 гигагерцах но на ниже напряжение какой-то же и данную как наш сейчас экземпляр чистоту может без проблем таки и не взять плюс не забывайте нюанс такой что процесс старые и многим из них из них требуется замена термоинтерфейса под крышкой открытие у нас процессор разогнан на 25 процентов считаю на четвертиночку что довольно таки неплохо как сейчас я приступаю к синтетическим тестам провожу их с разогнанным процессором и со стоковым чтобы так сказать посмотреть разницу а если она вообще ну и начнем с теста накопитель это можете видеть программе crystal disk mark asato ssd практически в пять раз уделывают своего брата обычный классический жесткий диск но надо учитывать тот нюанс что жесткий заполнен на 94 процента и если бы он был пустой то скорость бы показал примерно в два раза выше но в любом случае ssd уделывает его по всем показателям соответственно для скорости работы операционной системы и для лучшего отклика рекомендую поступить таким же образом купить дешевый ssd шник и будете радоваться программе cpu z benchmark тест у стокового процессора показал 232 целых одну десятую балла в однопотоке и 1245 целых и четыре десятых балла в многопотоке после разгона же результат в однопотоке составил в 290 4 целых и восемь десятых балла многопотоки результат уже составил 1500 77 целых и одну десятую балла тест кэшей памяти программе айда 64 показал следующие результаты стокового процессора и стоковой памяти скорость чтения 17889 мегабайт в секунду скорость записи 13495 мегабайт в секунду скорость копирования 16876 мегабайт в секунду при латентности 70,1 наносекунды после разгона же показатель заметно улучшился скорость чтения 21222 мегабайта в секунду скорость записи 15761 мегабайт в секунду скорость копирования 19969 мегабайт в секунду при латентности 58,9 наносекунды этот пример хорошо показывает что разгон имеет смысл даже вот такой вот казалось бы небольшой тест cpu queen стоковый процессор показал результат 30699 баллов после разгона же результат уже состоял 38663 балла программе cinebench r11.5 стоковый процессор показал результат 4,59 балла после разгона же результат улучшился до 5,57 балла программе cinebench r15 стоковый процессор показал результат 416 баллов после разгона же 509 баллов cinebench r20 стоковый процессор выдал 887 баллов разогнанный же 1067 ну и пора приступать к тесту игр за elder scrolls 5 skyrim special edition разрешение 1920 на 1080 настройки графики высокий и как вы можете видеть упор нас снова в видеокарту график фрейм тайма довольно таки странный но игра идет по факту довольно таки плавно получаем тут в среднем 50 кадров что очень даже круто не забываем что подобные игры как rpg action rpg которые еще вдобавок и портировались на кучу различных приставок для них 30 кадров стабильны это всегда хорошо а тут можно сказать полтишок да вот просела до 46 но игра идет классно если вы до сих пор не играли в данный шедевр то настоятельно рекомендую ознакомиться дёрт ралли и посмотрите на эту красоту ровненькие как струна график фрейм тайма а в среднем у нас частота 100 fps это очень даже круто если вдруг вы не знакомы с этой ну поистине легендарный мега крутой игрой то настоятельно рекомендую ознакомиться да это отчасти хардкорный симулятор ралли гонок но насколько же он притягивает в идеале конечно же иметь руль педали селектор переключения передать также можно комфортно погонять и с каким-нибудь геймпадом неплохим но даже если вы обладатель клавиатуры и мыши все равно можно при наловчиться и довольно таки неплохо ездить казалось бы что может быть интересного симуляторе ралли но нет ребят тут мы боремся самым главным противником это время а параллельно с этим мы еще боремся с автомобилем в общем как видите средний fps у нас 104 кадра в секунду что довольно таки круто при разбросе от 78 до 126 как видите по графику все довольно таки неплохо snow runner разрешение 1920 на 1080 настройки графики низкий и как вы можете видеть игра идет довольно таки стабильно и держится в районе 50 fps как и в прошлых играх слабым местом у нас является видеокарта процессора хватает вполне себе вот для покорения сурового бездорожья железо подходит как нельзя кстати counter-strike go 2 или counter-strike 2 я честно даже в названии не шарю особо никогда не играл настройки выставить автоматически среднее разрешение 1920 на 1080 и увы здесь нельзя включить и массой автобернер в общем будем смотреться что там по кадрам но в районе 30 fps как бы с такой картинкой вполне себе неплохо если есть какой-то нюанс по поводу того что звук запаздывает скорее всего это как-то связано с картой захвата не знаю или с их ними тут античитами и всему тому прочим играть в принципе возможно но вопрос нужно ли она вам dota 2 или же как говорится мечта любого задрота разрешение 1920 на 1080 настройки графики чуть-чуть повыше среднего и получаем тут довольно таки интересный frame time от 75 до 83 короче грубо говоря в среднем 80 fps не знаю как тут в самых жестких замесах когда там все герои будут у ульту свою прожимать я лично запустил реплей потому что в данные игры играть не собираюсь не планировал так как знаю что народ любит особенно к категории социально незащищенных граждан которые любят чьих-то мама в общем играть можно рекомендовать не буду мир танков легендарная игра для танкеристов танкеристок а также их родителей настройки графики выставить автоматически средне-высокие разрешение 1920 на 1080 и получаем тот аж целых сатыгу fps ну онлайн игры тем более обладатели золотого даже твой смысле золотого джойстика этой премии удосуживалась данная игра несколько раз должны быть оптимизированы под любовью ведро как вы можете видеть снова у нас упор в принципе видеокарту процессор тихо спокойно курит и переваривать данный шедевр days gun разрешение 1920 на 1080 настройки графики низкие и получаем здесь стабильные 30 fps а пробовал тестировать в разрешении 720p там получаем практически полтишок но не забываем опять же момент что это по сути порт игры с приставки соответственно 30 даже более 30 кадров это конечно же вполне себе нормально единственно что график фрейм тайма довольно таки дерганый я бы все-таки на данном железе разрешение все таки снизил и как мы можем видеть снова у нас упор видеокарту и процессора хватает с головой в общем что пора переходить к монтажу и рендерингу данного видеоматериала ну вот монтаж на данном этапе закончен пока что ролик у нас дрится 36 минут 8 секунд время сейчас 21 час 50 минут в настройках у нас выставлено ускорение аппаратная с помощью nvidia то есть с использованием кодировщика nveng нажимаем сохранить выбираем качество самое высокое разрешение с конечно же full hd да конечно тяжеловато приходится работать за таким квадратным монитором но что ж как говорится поделаешь все ради вас ради теста нажимаем старт и пошло сохранение на время которое осталось и прошло смотреть нечего засекли 21 51 встретимся после того как рендеринг закончится так ну и вот рендеринг закончился ушло всего лишь навсего 11 минут время 22 02 вот сейчас на 3 переключилась в общем это результат очень даже серьезный а сравнить а сравнить ребята мне есть чем у меня вот здесь вот основной компьютер и я вам сейчас покажу на какому он процессор так возможно плохо видно будет в общем это amd atlond 3000 g причем разогнанный до 4,1 гигагерц на а м 4 сокете да понятное дело что тут два ядра а тут 4 потоков соответственно здесь 4 а то вот уже 8 но все равно разница между этими процессорами просто огромная да есть во всем свои плюсы и свои минусы но в общем что думаю пора подводить итоги собственно всей нашей сборки ну что могу по итогу сказать данный аппарат показал себя очень достойно я честно изначально не ожидал такой производительности от достаточно старой платформы от довольно таки дешевого процессора и цена в 10 тысяч рублей как я в принципе назвал данный видеоролик я считаю вполне адекватный хоть и у нас по итогу получилось чуть чуть больше но все же я считал по средним ценам если же чуть-чуть приложить смекалочки упорство то подобный конфиг реально собрать за 10000 рублей а вы же в свою очередь можете спуститься в комментарии и предложить свои варианты сборок за эту сумму то есть в пределах десяти тысяч рублей вот но помните что у во всех случаях есть свои преимущества есть соответственно свои недостатки я за ним поработал довольно таки долго где-то около недели несколько раз переустанавливал систему различные тесты проводил которые не вошли в данный видеоролик и остался доволен поиграть для меня как не требовательного геймера вполне возможно без проблем можно стримить full hd монтировать видео и соответственно его рендерить и прочие различные рабочие задачи он готов выполнять в общем если вам понравился данный видеоролик можете поставить лайк подписаться на канал и жмякнуть колокольчик а с вами был нирыч до скорых встреч новых видосов и встретимся в интернете а